Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, американские морские котики, или в данном случае правильнее сказать морские киски, стали на армейский каблук. А не на русскую ли землю готовится ступить вражеская шпилька полуторамиллионной армии США для того, чтобы наделать 3 миллиона дырок в нашем мягком исконно русском асфальте. Видимо, только на каблуках американская армия может стать сильнее на полголовы выше нашей. Сколько еще мы будем позволять выкаблучиваться Бараку Обаме? Давайте просто обратимся к фактам. Украинские казаки носят серьги в ушах. Американские морские котики ходят на каблуках. А не масштабный ли это шоппинг затевают эти вояки-метросексуалы на территории Великой России? И не под каблуком ли хочет заставить нас жить эта дивизия с пластырями на пятках? А теперь просто обратите внимание на тот факт, что площадь и форма стандартной набойки на женский каблук абсолютно идентичны форме и площади усов Адольфа Гитлера. Совпадение? Не думаю. Посудите сами, сможет ли мужественный российский солдат в бою поднять руку на человека на каблуках? Никогда. А что если прямо на поле боя, когда у американцев закончатся патроны, морские котики пойдут в каблуковую атаку? А ведь любой первоклассник знает, что трехгранный женский каблук, как и трехгранный штык, запрещен Гаагской конвенции. До сих пор не верите в то, что американские солдаты уже стучат каблучками по нашей земле? Тогда просто посмотрите следующий видеоролик, на котором запечатлен ветеран морских котиков в одном из российских магазинов. В наших силах брусчаткой патриотизма сломать каблук американской агрессии. Русским солдатским сапогом, доставшимся от деда, наступим на элегантную туфлю-лодочку от Прада на ноге американского солдата. Не позволим натовскому батальону морских котиков вилять задом по Красной площади. На сегодня все. С вами был Дмитрий Киселев. Продолжение следует...